Итоги года. Под таким названием прошла конференция губернатора края с представителями СМИ. В течение полутора часов журналисты задали более двух десятков вопросов. Одним из главных стал бюджет 2015 года и введение стресс-сценария в случае неблагоприятного развития экономической ситуации. Владимир Владимиров признался, что такой сценарий есть, и он позволит сэкономить от 200 миллионов до 4 миллиардов рублей по каждому пункту. С 1 января, во-первых, мы опять закроем прием на работу правительственной структуры и муниципалитетов тем же самым обяжем. Второй момент, конечно же, сокращение собственного содержания. Телефон, машина. Затем шаг следующий, конечно же, к сожалению, придется резать программу инвестиций. Потом дорожный фонд и уже крайние, это программные мероприятия и направление содержания Министерства ведомства. Часто спрашивали и о наиболее уязвимой сфере в период санкций, о проблемах малого и среднего бизнеса. Владимиров пообещал ввести налоговые льготы для новых предприятий и содействие с уже существующими. Вот здесь нам совместно вырабатывать с бизнесом способы нашей поддержки, конечно, мы будем. Чтобы порядка чистыми деньгами с учетом федеральных средств, порядка 800 миллионов в следующем году будут направлены. И по двум направлениям через фонд микрофинансирования. И фонд содействия малому и среднему пренебрежу будет направлено. Ну и гарантийных обязательств, я думаю, не меньше, чем в этом году. В этом году мы их выдали чуть больше полутора миллиардов на 82 проекта. Поэтому я думаю, что это мы точно сохраним. Также подняли и вопрос о закрытии питейных заведений в 23.00. Долго ли будет действовать это решение и считает ли губернатор его удачным? Охрана, я не знаю, вышибалы, я не знаю, полицию давайте нанимать. Да, дорого, но нужно отвечать за этих людей, потому что все это плохо кончится. Кто будет понимать ответственность, будет работать как добросовестный, честный предприниматель. Кто не будет ее понимать, будет работать до 23.00 и под жесточайшим надзором. В целом 2014 год Владимир Владимиров охарактеризовал положительно. Удалось уменьшить государственный долг края на 3 миллиарда рублей, увеличить объем инвестиций, рабочих мест и, что немаловажно, бюджета края. В следующем году особое внимание планируется уделить развитию сельского хозяйства, импортозамещению, ремонту больниц и дошкольных образований. В конце встречи губернатор поздравил журналистов с наступающим Новым годом и ответил на вопрос о том, что бы он хотел в подарок от Деда Мороза. Не знаю, если личный мой подарок, мне бы хотелось бы дочку под елкой найти, да? Да и, к сожалению, туда ее только я сам могу положить. Если говорить о подарке как для губернатора, вы знаете, пускай все то, что мы задумали, сбудется. Я как и в прошлом году говорил, так и в этом могу сказать, что я в принятии решения большой пессимист, я всегда готов к худшему. Но я точно всегда знаю, где будет еще лучше. И я хотел бы, чтобы мы наметили, мы это решили, мы за это ответили и, возможно, еще улучшили. Мария Жирова, Иван Датснов и Кира Бореленко, АТВ Ставрополь.